Комплексный центр социального обслуживания населения планеты образован в 2007 году. Основными направлениями деятельности центра являются оказание социально-правовой, социально-педагогической, социально-реабилитационной и психологической помощи семье, детям, пожилым людям и инвалидам. Наш центр существует в Краснознаменске больше семи лет. В центре пять соцработников, в обязанности которых входит обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. Услуги оказываются совершенно разные, те, которые требуются нашим клиентам. В структуре центра работают четыре отделения, каждый из которых предоставляет соответствующие услуги. В 2013 году мы расширили перечень дополнительных услуг на платной основе, такие как социальное такси, сиделка, услуги психолога, услуги социального педагога, сопровождение ребенка в детское дошкольное учреждение, социально-гигиенические услуги, услуги парикмахера. В отделении социального обслуживания на дому на контроле состоит более 50 человек. Сюда можно обратиться за услугой сиделка. В обязанности сиделки входит уход за больным и наблюдение за его самочувствием. Так, давление у вас 154 на 90, пульс 74. Центр также предоставляет услуги социального такси. Это специализированный автомобиль, оборудованный подъемником для инвалидного кресла. Отметим, что такая машина единственная в городе. Цена социального такси 17 рублей 40 копеек за километр, причем есть понижающие коэффициенты на дальние расстояния. Мы в июне месяце приехали в Краснознаменск, в этот город Московской области. И я с таким удовольствием увидела, что есть служба социального такси. Маму я привезла сюда с уже сломанной ногой. Нам ее оперировали в Ленинградской области. И сейчас, чтобы ее положить в институт Моники, мне необходимо было пройти обследование буквально и в Перхушково, и в Одинцово. И я не знаю, что бы я делала без этой службы. Социальный работник – это сложная, но необходимая людям профессия. Она требует не только высокой квалификации, но и особого душевного склада. Здесь работают люди, умеющие сострадать и всегда готовые прийти на помощь. Работа я своя довольна. Никогда не думала. Мне кажется, такая работа человечная. И сейчас, когда хожу, мне кажется, я раньше не такая была добрая. Сейчас вот я хожу, каждый вот... Вот увижу бабушку, дедушку. Вот раз какая-то бабушка стоит возле Дикси. Ой, она говорит, а тут мне не поможет мне телефон. Нет, вот. А я забыла ехать. Мне говорят, конечно, помогу. Если внутри есть вот эта душевная жалость или как вот сочувствие, вот скорее всего, без таких качеств, если не имеет человек, то не произойдет диалог между клиентом и работником. Пока через себя не проведешь, вначале очень тяжело. А потом, когда идет на поправку, когда уже человек начинает улыбаться, все, и ты прям взлетаешь, тоже радуешься вместе с клиентом. И вот это самое важное. Более подробную информацию о центре можно найти на сайте или позвонив по телефону. Номера вы видите на своих экранах.